Приветствую всех моих имбовых подписчиков и новичков на канале! Давно мы с вами не затрагивали тему игры Path of Titans, и в этом ролике я предлагаю вам рассмотреть одни из лучших модов, которые были созданы простыми игроками, чтобы разнообразить наш с вами геймплей собирателей мусора на пляже. А для тех, кто не знал, у меня выходил аналогичный ролик по игре The Isle на канале, ссылочку оставлю в описании и в подсказке к видео. Приятного просмотра! Сразу скажу, что статы модовых существ я вам сказать не смогу, так как в Титанах характеристики настраивают сами администраторы серверов, и где-то модовое существо будет мега сильным, а где-то крайне слабым и немощным. Поэтому детального разбора боевого потенциала не будет, но я вас все равно порадую, не переживайте. Первое модовое существо, о котором я хочу вам рассказать, относится к древнегреческой мифологии и является одним из самых известных вымышленных существ. Вы часто слышали о них по рассказам, видели в фильмах, они принимали участие в большом количестве игр. Вашему вниманию прошу любить жаловать Грифон. То ли лев, то ли орел, эта крылатая бестия давно была популяризована среди людей и сейчас крайне редко можно встретить того человека, кто ничего не слышал о данном мифическом животном. Грифон умеет летать, умеет передвигаться на четырех конечностях, обладает острейшими когтями и большими размерами, часто выступает в роли ездового животного или наоборот одного из самых неприятных антагонистов. Вот так выглядит Грифон в нашей любимой Path of Titans. Моделька не отошла от своего каноничного образа и это абсолютно тот же самый Грифон, каким его представляли в мифологии древние люди. Естественно, в игре он умеет как летать, так и плавать и свободно передвигаться по земной поверхности. Одним из лучших модов является по той причине, что существо реализовано максимально качественно. Анимации плавные, живые, сама моделька нереально красивая. Только посмотрите на это оперение. Создается впечатление, что это не мод, а официально релизнутое существо. Сложно к чему-то прикопаться и облить помоями. Касательно способностей, имя Грифона решили не обделять. Еще бы, было бы удивительно, если бы у четвероногого крылатого полульва полуорла был бы всего один тип атаки и способности. У хищной птички в арсенале есть как воздушные атаки, так и наземные. И что самое классное, вы сами можете выбрать по своему стилю боя, во что вам качаться. Как пример, можно повысить выносливость при полетах, или же повысить при наземном передвижении, дать баф на наземные атаки, или же на атаки с воздуха и так далее. У Грифона также есть интересные паттерны скинов, которые можно на него поставить. С таким оперением можно создавать очень красивые окрасы и покорять воздух не только агрессивно, но и модно. Если у вас появился вопрос, а можно ли хватать лапами существо поменьше и утаскивать? К сожалению, нет. Но, может, в будущем что-то допоменяется. Следующее существо вас сильно удивит. Оно является одной из самых известных интернет-легенд, которые только можно найти. Если вы страдаете талософобией так же, как и я, приготовьтесь. Данный мод превратит ваш геймплей в Пафов Тайтан в самый настоящий хоррор. Это Блуп. Колоссальных размеров морское животное, по легенде, обитающие где-то в океанах нашей с вами планеты. Обладает огромным растянутым ртом, которым заглатывает все, что туда попадет. Наводит страх на всех местных водных обитателей, а также на особо мнительных людей, кто искренне верит, что данная тварь действительно где-то существует на нашем земном шаре. Спешу вас обрадовать? Нет. Это типичная интернет-легенда, не имеющая никакого отношения к реальности. Можете выдохнуть и жить спокойно. Вот так Блуп выглядит в Пафов Тайтанс. Я бы не сказала, что этот мод является прям классным, ибо еще достаточно сыроват. Но сам факт добавления такой жести в Титана меня впечатлил. Даже в игре он охренеть, какой большой. Но из способностей, к сожалению, мало чем может похвастаться. Сам Блуп медленный и неповоротливый. Выносливость может регенерировать только на суше. Крайне тяжко на нем уснуть, чтобы прокачать себе хоть какие-то обилки. Скинов тоже практически нет. Несмотря на то, что мод сильно сырой, в данный топ он попал именно по той причине, что кому-то может дать знатно просраться. Просто послушать эти звуки, которые издает игровой Блуп. Если хотите немного добавить адреналина в свой геймплей, этот мод то, что нужно. Еще один аналог мифического существа, придуманный автором мода – Драка Вайпер. По сути, это обычная виверна. Подобных драконов можно было увидеть во множестве фильмов и играх. Перемещаются на двух лапах, обладают двумя большими крыльями. Вот только в случае с модом, если вы мечтали сжечь огнем других игроков или кидаться ядовитыми шарами, тут, к сожалению, этого нет. Драка Вайпер специализируется исключительно на ближнем и воздушном бою. Кусать в воздухе он не может, зато есть целый ряд атак, благодаря которым вы сможете устраивать незабываемые воздушные баталии. Обладает возможностью наносить инфекционные укусы и отравлять своих жертв грозный противник в небе, а еще крайне красивый. Если говорить об анимациях, то они также сделаны на высшем уровне. Полет плавный, движения не резкие, хорошо гармонируют с телом ящерица. Способностями его также не обделили. У вас открывается возможность не только укусов, но и всяких пируэтов в воздухе и ударов когтями, наносящими урон. Ниток также не запрещал использовать свои крылья для обороны. Если вы фанат драконов, то этот мод точно принесет вам кучу удовольствия. Что же мы все с вами о каких-то легендах и мифах? Игра-то про динозавров в конце концов. Один из мододелов постарался и создал не особо популярного динозавра, Маипа. Это реальный динозавр, непридуманный, довольно крупный, обладающий острейшими когтями и клыками. Поскольку динозавр был открыт совсем недавно, более подробной и интересной для вас информации у меня нет, поэтому будем отталкиваться от его игрового концепта. Звук и внешний вид Маипа вызывают тревогу, а его навязчивое желание кого-то обнять слишком пугает, ведь после таких объятий вы вряд ли уйдете живыми. Достаточно быстро умеет кусаться. Есть обычная и заряженная атака когтями. Обладает вампирическим укусом, которое восстанавливает здоровье. Касательно анимации сделан потрясающе. Местами даже лучше, чем некоторые официальные животные от разработчиков. Поиграв несколько раз на этом динозавре, искренне наслаждаешься его комфортностью и внешним видом. Если вы хотели поиграть на малоизвестных динозавров, то это идеальный и, главное, интересный вариант. Еще один древний мод, точнее, модовое существо, хотели когда-нибудь поиграть с мамонтом. Тем самым доисторическим волосатым слоном, который когда-то бродил по нашей планете. Этот мод предоставит такую возможность. Правда, есть одна помарочка, мамонт тут будет лысый, но ничего страшного, и так сойдет. Как и положено столь крупному травоядному существу, он умеет атаковать своими бивнями, а также разгоняться и крушить всех на своем пути. Слон может сильно топнуть ногами и сокрушить всех противников, что оказались в этот момент перед ним. По правде говоря, этот мод попал в данную подборку за счет своей необычности, так как анимации мамонта, честно, так себе. Выглядит крайне топорно, как и геймплей за него. Но если вы любите слонов и хотите просто поиграть за обычных животных, а не за фантастических тварей и динозавров, ну вам тогда точно понравится. Держите мод на заметку. И снова хищник в нашей коллекции. Прошу простить всех травоедов за мою излишнюю любовь к хищам. Не могу не упомянуть мою любовь. Этот динозавр является родственником мегалозавра. Крупный и толстый, весил целых 5 тонн и еще 11 нарастил в длину. Конечно же я говорю о торвозавре. Не особо популярном существе в мире палеонтологии, поэтому грех было не осветить этот мод. В игре реализован весьма неплохо. Анимации выполнены отлично, способностями также не обделили. Умеет, словно вампир, высасывать у врагов выносливость и передавать ее себе. В меру маневренный, еще бы двигать 5 тонн веса, тоже дорого стоит, а также весьма эффективный в бою. Советую всем побродить за даунного динозавра хотя бы один раз, особенно фанатам хищников, и вы разделите мой восторг, я вам это гарантирую. Кстати, если вы еще не вступили в наш дискорд сервер и не подписались на паблик вконтакте, очень советую это сделать. Ведь таким образом ты не пропустишь новый ролик, смешной мемчик и сможешь полноценно поучаствовать в жизни нашего канала. Все нужные ссылки оставлю в описании к ролику. Всех жду и всем буду чертовски рада. Следующее существо мне особенно запомнилось своим необычным дизайном и идеей. Автор самостоятельно придумал данное существо, поэтому нигде, кроме игры Path of Titans, вы его не встретите. Этот морской дракон носит название Office. Обладает крупными габаритами, быстро плавает, а еще чертовски классно анимирован. Смотреть за этим чудищем одно удовольствие. Естественно, как вы могли понять по его грозному внешнему виду, это хищник. Обладает несколькими неплохими способностями, которые позволят ему выживать среди прочих водных конкурентов. Умеет отравлять, умеет даже ломать, правда на суше крайне медлительный, но в воде ему нет равных. Советую также поиграть за данную ящерицу и оставить свое впечатление о данном уникальном существе. Последним в этом ролике существом в нашем списке будет более популярный вымерший вид. По совместительству является одним из моих самых любимых динозавров. Осветился во многих играх и даже документалках, поэтому я думаю вы его сразу узнаете. Пушистый динозавр пингвин, с названием Ютиранус. В игре Path of Titans он, конечно же, присутствует, правда, в виде модификации и уже покоряет сердечко одним лишь своим внешним видом. Просто посмотрите на эту цепу. А способностями он, на удивление, не обделен. Так что из всего самого базового, что есть, ему была добавлена уникальная особенность, позволяющая давать бафы тиммейтам неподалеку аж тремя разными видами, криков. Сам динозавр крайне быстрый, мобильный и поворотливый. Для любителей средних хищников и тем более пернатых будет идеальным вариантом для расширения геймплея. Ролик подошел к концу, а вместе с тем хочу спросить у вас, какой из данных модов, по вашему мнению, самый лучший и почему. Обязательно напишите в комментариях, естественно, не забудьте поставить лайк на ролик и подписаться на канал, если вы совершили ошибку и все еще не подписались. Если ролик наберет 500 лайков, выпущу вторую часть на обзор модификаций по этой игре. Всех люблю, целую и удачи вам выжить! Субтитры сделал DimaTorzok